И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, нестандартный для меня, можно так сказать, сегодня поговорим об обновлениях, которые выйдут уже завтра в игре, сегодня у нас вышел вот такой вот пост на главной странице, что завтра у нас будет обновление, и вообще в принципе по этому поводу отпишите в комментарии, хотите ли вы видеть на моем канале такого плана ролики, где мы будем обсуждать обновления, которые у нас выйдут, или которые у нас уже вышли в игру, Ну и в принципе хотите ли, чтобы со всем этим я вас оповещал, вводил в курс дела, вообще в принципе разбирался в этом, если вы хотите, то обязательно отпишите по этому поводу и поставьте лайк данному ролику, ну а мы будем начинать смотреть, что тут вообще и как Так, изменения в матчмейкинге, балансе пушек у нас будет завтра, тут написано, я так быстренько мелко прочитался, то что у нас будут правки, балансы, смоки и страйкера, и написано некоторые другие полезные изменения, какие же полезные изменения у нас будут, сейчас в принципе разберемся Матчмейкинг станет быстрее подбирать битву для одиночных игроков, а точность прогноза системы улучшится, исчезнут ситуации, когда фактическое время ожидания превышает прогноз в несколько раз Что это значит? Это значит то, что время ожидания, которое вы будете тратить после нажатия кнопки в бой, значительно уменьшится и дальше там написано то, что распределение званий тоже теперь будет фактически определенно каким-то нерандомным То есть не будет такого, что например новобранца может закинуть там к воррентам, ну это условно конечно, то есть теперь у нас будет этот район званий только на 5 званий выше или ниже То есть что написано, то что если ваше звание младший лейтенант, то в созданной вами группе могут быть игроки от воррента офицера одного до подполковника То есть в принципе раньше могло закинуть воррента первого даже к бригадирам, генералам и тем таким более масштабным званиям, то сейчас уже этот диапазон немножко поменьше стал и в принципе в этом плане уже будет лучше Что касается списка друзей, то тут в принципе ничего такого нету сверх удивительного Единственное, что бы я хотел выделить это то, что теперь приглашать в группу можно даже если вы находитесь в бою То есть раньше если например игрок находился, ну вернее не игрок, а ваш друг находился в бою, вы не могли его позвать То есть сейчас если вы хотите собрать группу, а например игрок там играет в какой-то ни о чем обской карте Вы спокойненько отослали ему приглашение, он перешел и все в этом плане четко и красиво Дальше, дальше у нас изменения в списке про битв, что у нас здесь? Рядом с пользовательскими именами битв станут отображаться названия карт, чтобы вам было проще искать любимую боевую арену Битвы в списке будут сортироваться по возрастанию времени создания, таким образом чем раньше создана битва, тем выше она будет в списке А, ну в принципе все возвращается к старому, раньше тоже такая же система работала, чем дольше карта то есть держится, тем она выше становится Не в зависимости от того, насколько она в принципе создана То есть ну карт в про битвах в данное время становится меньше, больше игроки уходят в матчмейкинге, играют не про битвы Поэтому немножко этот баланс тоже там меняется Дальше, самое интересное, что у нас будет завтра, это завтра у нас будет двух пушек, у нас будут правки типа баланса Но это в принципе жесткий ап, я бы даже сказал, смог начнет, я надеюсь, нагибать, так как ей добавят и дистанцию То есть если на дистанции, раньше она наносила там, ну при прям конкретной дистанции, например, если взять пример именно карту бойню То есть от базы до базы она наносила где-то 50 урона, то сейчас я думаю, что этот урон будет уже минимально каких-то 200 То есть расстояние этой пушки явно нужно было уже давно добавить, сейчас его добавляют Дальше, что у нее еще добавляют? Предельную дальность стрельбы, так, это я сказал, а также значительно повысим эффективность на средней и дальней дистанции А, вот, это есть, поддельный урон станет гораздо слабее и будет начинаться на большем расстоянии, чем сейчас Ну в принципе, по этому поводу я уже все и сказал Все сказал, так, страйкер Страйкер это самое интересное, пушка ракетница получит небольшое улучшение времени наведения и скорости ракет Изменения касаются в основном старших модификаций Короче, вся фишка в том, что страйкером теперь сводиться станет намного быстрее, намного проще И в этом плане в какой-то мере оно будет приближаться, наверное, к режиму джиггернаута Вот насколько там быстро сводится пушка и насколько быстро вылетают ракеты То есть ракета будет вылетать примерно с такой же скоростью, как в режиме джиггернаута Но сводка будет, например, там на одну секунду быстрее И это, в принципе, тоже очень-таки круто Что у нас дальше? Дальше у нас другие изменения Добавлена возможность принимать подарки от игроков, которые не находятся в списке ваших друзей Для этого нужно включить соответствующую опцию в настройках Это вообще шикарный момент, потому что вы сами знаете, кто ходит, ребят, на стримы Все знают, что я... Бывает такое, что я отправляю друзья игрокам Отправляю друзья, говорю Отправляю подарки игрокам И в данном случае мне надо было постоянно добавлять друзья А если я, например, не хотел добавлять, то я потом удалял Сначала надо добавить, ждать, потом удалить Ну, короче, много геморроя, всякой ерунды А сейчас в этом плане просто нажал одну галочку в настройках И спокойненько отправил подарок Кнопка в бой переименована в матчмейкинг Ну, в принципе, не так критично, не так страшно Ну, как есть, так есть Так, незначительные правки в конфигурации матчмейкинга в версии карты Первая волна дропа в битвах станет выпадать значительно позже, чем сейчас Через примерно 2 минуты после начала боя, а не через 40 секунд С чем это связано вот лично для меня, что я думаю по этому поводу Я думаю, что это в первую очередь сделано для того, чтобы все игроки, у которых долго прогружается битва Они успевали прогрузиться и успевали забрать коробки А не так, как было раньше, то есть я, например, вот у меня с прогрузкой все отлично Я быстро прогрузился в карту, быстро забрал коробки, быстро начал тащить там флаг, не знаю, нагибать Просто за счет того, что есть на карте дро То есть сейчас в этом плане для меня, вот лично для меня будет какой-то минус Так, ну и написано полный список изменений, можно найти здесь Давайте перейдем тоже здесь, я уже открыл ссылочку И что у нас тут фортуна написала В правке в балансе пушек Увеличена предельная дальность стрельбы Улучшен критический урон Повышена эффективность на средней дальней дистанции Ну вот, в принципе, по смоке я все сказал То, что на дальней дистанции теперь она средне-дальняя, она будет нагибать лучше Также предельная дальность стрельбы Это у нас получается, ну она в принципе, значит, на любой дистанции будет нагибать И критический урон еще добавляется Ну это вообще шикарно Это шикарно Значит, у нас если критический урон, если не ошибаюсь, наносил 700 урона То будет сейчас наносить, наверное, как раньше, по 1000 хп И это будет конкретно давать плюс именно данной пушке Так, страйкер Улучшена начальная скорость ракет Так, ракета вылетать, значит, будет быстрее Улучшена угловая скорость ракет Угловая это очень шикарно То есть, меняешь радиус пушки И у тебя ракеты вылетают в цель Это тоже четко Снижена скорость наведения ракет И еще и скорость Ну, в общем, просто ап двух пушек делают И, в принципе, я думаю, останется еще апнуть пару пушек И будет уже все пушки апнуты И танки у нас будут сливаться намного быстрее В определенном плане это, конечно, лучше То, что по отношению физики Быстрее танки начинают умирать Быстрее растет, значит, фонд Быстрее происходит динамика на карте Надо уже больше реакции Ну, и, в принципе, это В моем случае это, конечно, больше плюс, чем минус Так, дальше Давайте быстро тоже пробежимся Что тут еще написано Может, что-то написано здесь Что не написано было там В списке про битв Дополнительным пользователем названием Битв станут отражаться И оригинальные названия карты Ага, так, понял Карты в списке битв Теперь сортируются по взрастанию времени Так, ну, это все, в принципе Я об этом все говорил Так, еще сейчас быстро пробежимся Что у нас получено точность А, вот И что сейчас главное будет сделано Сделано в матчмейкинге Вот эти правки Именно по ходу ожидания боя Это очень-таки грамотный момент И если сейчас эта система начнет работать Так, как она должна работать То это будет намного быстрее То есть мне, например, если я Я как любитель уже сейчас Игры именно в матчмейкинговых битвах Я постоянно ожидаю То есть мне надо ожидать Там бывает минуту, бывает Не знаю, там 30 секунд Но я постоянно, то есть нажимаю выйти Нажимаю опять в бой Чтобы быстрее все это дело произошло Потому что там сортировка меняется И бывает быстрее за счет этого закидывает То есть сейчас написано Что время ожидания битвы Уже будет, типа, более точное То есть если я нажму кнопку в бой Там будет написана именно та цифра Примерная Сколько мне придется ждать Поэтому в этом плане мне очень интересно Насколько четко будет работать данное обновление И, в принципе, что еще у нас тут Подбор битв для одиночных игроков Это тоже круто То есть не надо тебе будет ждать В этом плане дольше Главное, чтобы это все работало четко И без багов Потому что, сами понимаете Матчмейкинг это уже такое Более обширное обновление Оно постоянно будет Подвергаться именно До баланса какому-то До обновления Всякие у нас будут Дополнительно еще выходить Но Главное, чтобы с этими обновлениями Не появлялись новые ошибки Новые баги И тому прочему Ну и, в принципе, все По этому обновлению Что у нас тут еще написано Незначительные правки В конфигурациях Матчмейкинговых версий Карт И режим ASL У нас еще будет И в контейнеры Добавлена краска Осенние листва Которая у нас выдавалась За Звездную неделю Ну а, в принципе, больше Ничего такого Уже у нас нет Все, что было Я все рассказал Поэтому Какого-то такого плана У нас получился Сегодняшний ролик Я, как уже сказал, если вы хотите Чтобы у нас выходили ролики По обновлениям Чтобы я вообще об этом Всем говорил Освещал вас Для тех, кто не понимает Что будет происходить То есть Ну это очень-таки Поучительный был бы ролик Всегда Ну и также Можно записывать ролики После того Как это обновление Уже выйдет На основные сервера Насколько оно будет четким То есть Именно производительность Смотреть Данного обновления И оценивать В принципе Все это Поэтому Какой-то вот такой ролик Получился у нас сегодня Если он вам понравился То обязательно поставьте лайк Подпишитесь на канал Если вы еще этого не сделали Ну а у меня на этом все Спасибо, ребята Что посмотрели Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok